Чтобы справиться с весенней депрессией, нужно уметь переключаться, взять и сделать что-нибудь непривычное, так сказать, сломать шаблон. Именно этим мы сегодня и занимались во время съемок обзора цен на продукты. Для чистоты эксперимента мы всегда закупаемся в одном и том же супермаркете, расположенном в торговом центре «Солнечный». Все мы живем привычками, общаемся с одними и теми же людьми, едим одни и те же блюда. А что если внести в свою жизнь, так сказать, немного разнообразия? Например, скушать яблочко не как десерт, а как закуску. Вот есть моченые яблоки, а есть, оказывается, соленые яблоки, которые солят с перцем и большим количеством чеснока. В общем, попробуйте, расскажите потом, как вам ощущения. Я вижу, что самые дешевые яблоки стоят 92,39 рубля за килограмм. Вот вареньем из огурцов, наверное, никого сейчас не удивишь, потому что, во-первых, мы уже про него рассказывали. А во-вторых, варенье из огурцов выглядит, похоже, так скажем, оно на варенье из дыни. Поэтому наверняка вы уже о нем слышали. 160 рублей 99 копеек за килограмм огурцов просят сегодня в этом магазине. А мы идем за картошкой. Вот варенье из картошки для меня стало настоящим открытием. Да, такое тоже существует. И главный компонент его – это ром. Именно он придает варенье из картофеля такую пикантность. 41 рубль 79 копеек килограмм картошки стоит сегодня. Берем нашу картошечку и идем за молоком. Из молока что можно приготовить такого экзотического? Ну, конечно же, мороженое домашнее из молока можно приготовить. Но чтобы оно получилось максимально, так скажем, качественным, хорошим, по консистенции и долго не таяло, выбирайте молоко в хорошей такой живности, чтобы в нем было как можно меньше воды. Молоко стоит сегодня 40 рублей 49 копеек за литр. И, кстати, вот минус 10% нам повезло. 36 рублей 44 копейки за литр молока сегодня мы заплатим. Вот такой хороший день сегодня у нас. Идем за яйцами. Если я начну перечислять количество омлетов, которые можно приготовить из яиц, наверное, всей нашей новостейной программы на это не хватит. Поэтому я расскажу об одном омлете, который называется омлет матушки или мамушки, пуляр. Белки для него нужно взбивать в очень густую пену. Получается очень красиво, но, говорят, почему-то совершенно невкусно. Попробуйте, расскажете. Потом 84 рубля 99 копеек за 10 яиц. Сегодня мы заплатим селяночкам. Часто встречается мне это слово в последнее время в магазинах. Идем за сахаром. Помните же, нам надо приготовить варенье из огурцов и картошки. Сахар стоит 45 рублей 99 копеек за килограмм. Масочка сползает, но, увы, без нее пока никак. И идем за растительным маслом. Не знаю, про него что рассказать. Разве, наверное, только то, что вот есть 0,9 литров масла, оно стоит 85 рублей. А есть литр. Стоит оно 119 рублей. Ну, у нас даже нет 104 рубля. Вот, я нашла подешевле. Но поскольку у нас такой чистый эксперимент. Берем растительное масло по 104 рубля 99 копеек и идем за... Зачем идем? За курицей. Ну, более экзотического рецепта, чем курица в кисло-сладком соусе. Точнее, мясо в кисло-сладком соусе. Я не знаю, поэтому именно ее сегодня буду готовить. 159 рублей 99 копеек за килограмм цыпленка. Сегодня мы заплатим. Наверное, у каждого, кто любит готовить, есть в запасе такие рецепты. Экзотические, из простых и доступных блюд. Но вот насколько доступных, сейчас проверим. Это еще большой вопрос. Идем на кассу и считаем наши расходы. 728 рублей без каких-то копеек. Буквально стоит сегодня наша корзина продуктов. Юлия Пегушина, Феликс Рассихин. Цвет радиокомпания «Сигма» для НОУ-24.